Сегодня в этом выпуске вы узнаете, какие криптовалюты холдеры Luna Classic и Terra Luna покупают помимо Luna Classic и Terra Luna. Это два токена, на которых вам нужно будет обратить внимание. Также сегодня мы поговорим о том, что у нас с биржей KuCoin, какие есть нововведения. Потому как я делал выпуск ранее и заявлял, что KuCoin это помойная биржа, которая имеет огромное количество, практически является одним из крупных держателей Luna Classic, но при этом не голосует за сжигание. Сейчас эта ситуация исправилась, сегодня мы о ней поговорим и поговорим о цене Luna Classic, чего стоит ожидать в ближайшее время. Что касается рынка криптовалют, то на 17 октября 2022 года ситуация выглядит следующим образом. То есть рынок криптовалют у нас практически как стоял, так и стоит в боковике. Биткоин как имел стоимость 19-20 тысяч долларов, так и имеет. И практически такое ощущение, что этот боковик не скончаем. Но на самом деле здесь имеет место быть ошибаться, потому что все это можно, конечно, трактовать как аккумулирование позиций, крупных позиций, крупных игроков. И, соответственно, здесь мы видим, что у нас есть зона поддержки, которая не пробита. Это 18,5 тысяч долларов. То есть это зона поддержки, с помощью которой мы сейчас продолжаем торговаться. То есть если биткоин закроется на дневном таймфрейме ниже, то, естественно, там уже у нас последует медвежий сценарий. Но пока он этого не сделал, пока он торгуется в боковике, пока он это продолжает делать с начала июня, мы можем сказать, что ситуация не критическая. И пока что, в принципе, у нас есть то самое накопление. А накопление также говорит, в принципе, у нас объем, который здесь есть. И на определенном низком росте, на низкой волатильности мы видим огромный объем, которого мы не видели еще с июня месяца. То есть это объем, который у нас был в конце сентября. И объем, естественно, выкупаемый. Поэтому стоит отметить, что пока биткоин, пока в реке, такие проекты, как Луна Классик и другие, могут улучшаться, могут улучшать свою экосистему, могут улучшаться сами по себе. Потому что медвежка закаляет сильные проекты. Это, я думаю, все знают и это основа. То, что когда медвежий рынок, нужно работать над проектом, нужно подготавливать его к бычьему рынку, к бычьему циклу, который будет в 2024 году или в конце 2023. И поэтому, в принципе, сейчас идет такая работа. И сейчас мы видим, что Луна Классик, в принципе, сейчас держится молодцом. Что есть у нас технически на текущий момент времени? На четырехчасовом таймфрейме мы видим, что у нас есть зона поддержки. Там район 25 тысяч. И, соответственно, здесь мы видим, что у нас есть сопротивление. Там район 31 тысяч. То есть, как ни крути, пока что мы видим боковое движение. Это боковое движение у нас, в принципе, активно с практически начала октября. То есть, уже половина месяца мы флэтуем, по большому счету. Говорит о том, что потенциально здесь также может набираться крупная позиция. И здесь, определенно, мы после выхода за сопротивление или поддержку уже будем, естественно, видеть дальнейшее развитие ситуации. Кстати, цена у нас ушла ниже 50-го мувинга. С точки зрения трейдинга, это медвежий сигнал. Но пока что бы я не торопился, в принципе, с такими громкими заявлениями. Пока что бы я посмотрел. И, как ни крути, в ближайшее время, мне кажется, все-таки луноклассик уйдет в район 30 тысяч. То есть, она дойдет до 50-го мувинга на дневном таймфрейме. И дальше, в принципе, уже крупный игрок будет решать, толкать ли стоит дальше инструмент или же не стоит. Если же мы проваливаем отметку поддержки, это 25 тысяч, то в дальнейшем мы встретим поддержку 22 тысячи, ну и поддержка 19,5 тысяч. Поэтому здесь на это стоит обратить внимание. Если мы говорим про определенно позитивные новости, которые есть уже сейчас, биржа Кукоин, которая является одним из крупных держателей луноклассик, она все-таки проголосовала за то, чтобы ввести сжигание и ввести вот этот налог. И, соответственно, сейчас мы видим, что так или иначе биржа, если уже не ввела, то будет, конечно же, вводить этот самый налог. Потому что на Кукоине я не торгую. И поэтому не могу точно сказать, есть ли уже сейчас сжигание или нет. Но то, что биржа рано или поздно, так как токен торгуется и так как она является крупным держателем, в принципе, вот эти два фактора, они говорят о том, что биржа ведет или уже ввела вот этот налог на сжигание. Также есть отчет по бинансу за, значит, последнее время, за неделю было сожжено 2,5 миллиарда токенов луноклассик. И это, в принципе, конечно, не супер, но, опять-таки, мало-помалу биржи будут способствовать тому, чтобы токенов становилось все меньше, а ценность токенов все становилась больше. Поэтому, конечно же, это не про месяца, это, возможно, про года, когда токен, естественно, почувствует очень хорошую, скажем так, дефляцию. То есть, не будет у него вот этой самой инфляции, то есть, никакого печатания уже, понятное дело, что не будет. А будет только сжигание и только уменьшение эмиссии и возрастание, в принципе, токена как единицы, как действительно ценного. Если мы говорим про Луна Глассик, то, опять-таки, Луна Глассик сейчас на первом месте среди списка самых торгуемых монет на космосе. Да, и, соответственно, она сейчас занимает первое место. На втором месте Луна, на третьем USDC. Ну и дальше идут монеты. Тот же Atom и другие монеты, которые вы видите на экранах. Поэтому то, что сейчас, в принципе, токен находится во флете, несмотря на это, у него есть довольно-таки хорошие и внушительные объемы. Если мы говорим про другие очень важные новости, то есть у нас, конечно же, голосование. И по Луна Глассик будет проходить обслуживание сети. И они будут обновлять разработчики его до последнего патча. Cosmos Dragonberry называется этот патч. И ожидается, что это займет от 24 до 48 часов и временно остановит цепочку всех сетевых транзакций. Поэтому, в принципе, если вы наблюдали какие-то сбои в сети или еще что-то, то вот знайте, что это работа над обновлением. Что касается холдеров Луна Глассик и Терра, что они холдят, что они покупают. Они покупают такие проекты. Первый проект это BitGert или Token Brice. И второй это Centex. Давайте разберем, что такое вообще там BitGert. Зайдем на CoinMarketCap. Токен, собственно, BitGert Brice. Он же вы видите на экранах. Он имеет, в принципе, такую цену. И за последнее время вот что с ним было. То есть, это токен, ну, довольно-таки свежий проект 2021 года. И, как видите, он давал иксы и практически находится не в плохих кондициях. Торгуется на Kukone, на Gitaio, на Binance его нет. Второй токен, который холдеры, в принципе, холдят, это, значит, Centex. Давайте его тоже найдет. Если мы, значит, находим этот токен, а его еще нету. Centex, а, Centex, то есть аббревиатура у него другая немного. Значит, ну, это те токены, по крайней мере, где издание пишет, что именно холдеры, в принципе, обращают на них внимание. С ними вы можете разобраться, знакомиться. Или уже можете попросить написать в комментариях. В следующем видеоролике мы разберем их подробнее. Почему их любят холдеры Luna Classic, почему они их, естественно, покупают. И, естественно, там в следующем ролике, например, мы их разберем. Посмотрим на проекты и, в принципе, проведем теханализ. Поэтому вот такие дела на сегодня, я думаю, что все. По большому счету, по большей части, считаю, что сейчас после такой коррекции мы вполне там отскочим до 50-го мувинга. Там район 29,5. И уже будем смотреть, что дальше киты будут делать, что дальше инструмент будет делать, как он будет себя вести. Если разбирать, естественно, другой токен, на котором мы очень хорошо преуспели и в закрытой группе, и я преуспел. То здесь мы видим цену там 2,59. Токен во флете. Недавно был у него памп. Заброс на 3 доллара. Но это, опять-таки, там вытряхивали толпу. И сейчас, по всей видимости, токен нашел дно. И пока у нас идет такое движение, чтобы люди, которые там покупали по 5, по 6, по 7 долларов, они выходили. И, возможно, там есть люди, которые покупали по 3 доллара, то есть они выходили без убыток. То есть это говорит о том, что здесь вытряхивают толпу и хотят всячески, в принципе, показать, чтобы она выходила. Почему? Потому что здесь мы вот видим, что токен, значит, имел там стоимость 2 доллара. Здесь он оттолкнулся, его выкупили вплоть до 3 долларов, был памп. И, впоследствии, опять-таки, когда он падал в последний раз, это уже была цена 2 доллара 20 центов. И, впоследствии, он вырос уже на 3 доллара. И здесь свеча, определенно, на дневном таймфрейме, она закрылась с телом выше цена. И это может говорить о том, что здесь мы дно уже нашли. То есть это, скорее всего, дно. И мы сделали, по сути, с вами уже коррекцию в размере 73%, 74%. Это нормальная коррекция, это очень хорошая коррекция. Поэтому, если вы купите сейчас, то вы покупаете по скидке 66% от последнего хая. Поэтому, в принципе, это неплохо. Это неплохая скидка. Если вы заработали, то можно, в принципе, рассматривать токен для покупки сейчас. По LUNA Classic нету определенно таких ясных сетапов. Там вроде как и был заброс, вроде как и корректируется цена. Но продолжение движения, то есть там под вопросом, то что токен будет идти наверх. Здесь же продолжение движения, очевидно, что он будет расти. И причем расти данный токен будет там в пределах трех месяцев. То есть, где-то вот такой дедлайн, возможно, до конца, там, 22-го года. Хотя, по сути, осталось два с половиной месяца до его конца. Поэтому, в принципе, я думаю, что к этому все и идет. Всем очень пока и до встречи.